Здравствуйте, это Митя Чтива, специальный блог о книгах. И сегодня я расскажу вам об Эрихе Марии Ремарке, знаменитом немецком писателе, в романах которого, как известно, много и часто пьют, то Ром, то Кальвадос, герои умирают, влюбляются, его книги перездаются, экранизируются и так далее, и так далее. Но в центре моего внимания сегодня его первая книга и, по мнению многих, лучшая книга «На западном фронте без перемен». Самый издаваемый немецкий роман за всю историю немецкой литературы. Роман, который переиздается и переиздается, и который, к сожалению, не теряет своей актуальности. Этот роман перевернул жизнь Эриха Марии Ремарка. Именно с момента его публикации в 1928 году он стал знаменитым писателем, он стал богатым писателем. Он стал писателем, который был вынужден уехать из своей страны, потому что в фашистской Германии пацифистский роман был абсолютно ни к чему. Чем же эта простая, на первый взгляд, незамысловатая, абсолютно правдивая история без любовной линии завоевала внимание читателей? Да, наверное, тем, что в 1928 году прошло всего лишь 10 лет после окончания Первой мировой войны, ставшей настоящей катастрофой для Германии, для Европы, для всего мира в целом. Эта война поставила крест на просвещенном 19 веке, поставила крест на вере в гуманизм человечества. Эта война стала лишь первой в череде мировых войн, лишь предвестником Второй мировой войны, которая полностью изменила мир. Эрих Мария Ремарк был участником этой войны. Он совсем юным человеком, в звании рядового, попал в окопы и изведал грязь, безумие и абсолютную нелогичность войны. И как-то очень просто, доходчиво и искренне об этом рассказал. И нашел отклик в сердцах миллионов людей. Немедленно, немедленно эту книгу экранизировали в Голливуде в 1930 году. Этот фильм длился два часа, он получил два Оскара. Для того, чтобы снять батальные сцены, впервые был использован гигантский экран, для того, чтобы поднять камеру над большой площадью, где было две тысячи статистов, изображавших солдат. Этот фильм даже показали в Германии, но очень быстро запретили. Почему? Да потому что он подрывал веру в то, что война может быть святой, война может быть правильной, война – это героизм, это подвиги, это прекрасно. Нет, как я и вам и говорила, и фильм, и книга получились очень пацифистскими. И пусть, судя по всему, по количеству изданий, переизданий, ремарков, по количеству переводов, спрос на пацифизм очень большой. Не в государствах, он им не нужен, а среди простых граждан. И знаете что? Если вас вдруг захватит музыка войны, вам покажется, что в войне может быть смысл, и вам покажется, что в ней есть красота, просто откройте эту книжку. Постарайтесь ее прочесть, ведь ее написал очень тонкий, очень умный и много переживший человек. И вообще, читайте книги. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok